Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня у нас будет крутой обзор трехкомнатной квартиры и досмотрите это видео до конца, так как в данном видео у нас будет классный розыгрыш товара для дома, вам это понадобится Итак, друзья, данный проект, все работы мы выполняли под ключ здесь была свободная планировка, мы возводили перегородки к слову, все работы выполняли по проекту дизайн-студии Диагональ руководитель Наталья Лискевич и сейчас все вместе мы посмотрим, что у нас получилось а получилось у нас очень круто сейчас мы находимся с вами в прихожей прихожая у нас порядка 8 квадратов где-то получилась перепланировка была таковая, что получилось у нас в прихожей довольно-таки обширное все потолки во всей квартире мы делали из гипсокартона как обычно меняли всю электрику и как обычно мы прячем это либо в гардеробной либо как в данном случае в нашей шикарной прихожей Итак, у нас в прихожей есть здоровенный мебельный модуль и вот так вот так пардон, не в этом вот в этом вот за этой дверцей у нас скрылся наш электрический щиток вот, он у нас большой, от фирмы Hager там сразу располагается и мультимедиа у нас и наши все автоматы вот, сейчас еще зайдут у нас туда наклеечки мы их еще не подготовили но уже это последний элемент то есть будет подписано каждый автоматик, что за что он у нас отвечает вот, по данной квартире вся электрик у нас заменена и точно так же вся сантехника у нас тоже замена мы сейчас к сантехнике немножко вернемся а пока обращаем внимание на наше шикарное зеркало вот, дизайнер расположил его здесь потому что больше в прихожей не было у нас места, скажем так вот, зеркало в полный рост с подсветкой вот, точно так же, когда мы будем заходить в эту квартиру не останемся равнодушным мы нашим полом здесь у нас плиточка небольшого формата квадратики 20 на 20 вот, вкладывается вот такое вот панно трудностика всегда составляет, ну, понятное дело, мелкий формат и большое количество различной подрезки а также примыкание к пакетной доске итак, друзья, люстра прихожей 4 у нас режима включения более тусклый и несколько температур у нас освещения от теплого к холодному, соответственно, изменяется вот, прихожая наша стала по длинной стенке и что мне примечательно, то что когда мы стоим из квартиры, из комнаты, да то мы видим просто как будто бы цельный шкаф, который разделен у нас на отсеки вот, кстати, дизайнер очень хорошо продумал сочетание дерева с белым очень круто смотрится и с таким вот матовыми, золотыми, скажем так, ручками пишите в комментариях, нравится ли вам данное сочетание цветов вот просто мне, например, очень заходит вот, по отделению вот у нас есть несколько отделов нашей прихожей, да, то есть вот для верхней одежды вот, открытые какие-то полки и куча верхних шкафчиков, где можно что-то хранить такое, что же примечательно, когда вы только приходите у нас там уже здесь есть отсек, где вы можете раздеться и снять верхнюю одежду и ее не будет видно у вас, ну, скажем так самоимпортировано, то есть не будет портить она внешний вид также есть какие-то мелкие шуфлярки, где можно хранить там, допустим, обувную ложку какие-то средства ухода за обувью вот, но это уже заказчики сами определяются, что им комфортнее там будет хранить вот, данная идея мне тоже очень нравится ставьте лайк и дизайнер так, друзья, в прихожей у нас также присутствуют две двери вот, одна у нас ванная комната и другая у нас небольшой санузел как я уже говорил, сантехнику мы поменяли по данной ванной комнате сейчас мы ее немножко отключим вот, у нас уже есть видео на нашем канале ссылочка будет в левом углу вот, можно переходить смотреть данный санузел, а мы не будем задерживать вас и двинемся немножко дальше показать там большие тени вот это у нас небольшой санузел небольшой, но очень комфортный мы попытались максимально сюда все вместить то есть видим, у нас стоит инсталляция большой шкаф встроенный и за колонной скрылся у нас небольшой рукамончик с тумбой вот, вот такая вот у нас тумба, куда можно будет поставить какие-то тоже элементы вот как я говорю, в квартире всегда мало места и нужно побольше, чтобы была система хранения вот шкаф наш, у нас фасады ламинированные у нас ДСП вот небольшой сантехника у нас вся поменена фильтра у нас стоят многие задаются вопросом, как же нам их поменять вот эти обменочки у нас съемные, как бы и легко это все дело можно будет нам ну, заменить водонагреватель на 50 литров больше, я думаю, в квартире нет смысла ставить так как пользуются редко а некоторые, допустим, как я могу вообще мыться в холодной воде хотя дома у меня тоже стоит водонагреватель вот 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 если удобно с этой стороны. Сделали мы розеточку, специальный подводный отрыватель. Вот, все это дело все так компактно разместили и получили много еще места полезного для хранения. Итак, друзья, по плитке у нас здесь крупноформатная, то есть 60 метров 20, сейчас она уже давно вошла к нам в моду, пользуется популярностью, мне данное решение тоже очень нравится, так как очень много у нас получается швов. Вот, блин, здесь плитка под мрамор, два цвета, дерево и, ну, скажем так, сочетается с белым. Тоже сочетание очень классное. Как всегда, выполнение в нашем ремонте очень крутое. Вот все уголочки, вы сейчас оцените. Все запилено очень красиво, круто и примыкание все целиконенное в цвет швов. Друзья, и как всегда, наши проекты мы комплектуем своей сантехникой, то, которую мы сами импортируем из Европы. Это, например, унитаз у нас Лукавара с крышкой клаванного опускания, то есть тоненькая, слим, вот, те же умывальники и смесители итальянские от фирмы Папфоне. Кому интересно, также обращайтесь, сможем вам помочь в приобретении. Итак, друзья, двигаемся дальше. Из прихожей у нас идет еще одна дверь, которая ведет у нас в детскую комнату. Итак, друзья, детская комната, потолки, как я уже говорил ранее, у нас из гипсокартона. Вот, на стене, блин, у нас расположилось такое фотофанно. Это у нас карта мира, довольно-таки популярная, но, блин, мне нравится данное решение, независимо от того, что оно очень часто вставляется в ремонтах и даже наших. Тем более, что это выполнено очень-таки даже, ну, креативно. И, поскольку здесь будут жить маленькие дети, они всегда могут изучать, скажем так, географию по данной карте. Сразу обращаю внимание у нас на люстру. Здесь у нас тоже креативная, в виде такого паука, назовем ее так. Все вот эти вещи, они у нас подтягиваются, либо опускаются, с помощью вот такой штуки. Мы можем регулировать высоту поднятия, либо опускания. Изначально было так, что мы более широко, скажем так, его развели. Закачивать, пожалуй, высота у нас небольшая, вот, чтобы мы его немножко укоротили. Вот, соответственно, мы его немножко разбирали и укорачивали. Вот, короче, вот как-то, вот так вот, каждую лампочку можно подвигать, порегулировать по желанию. Вот, здесь у нас еще немножко не доделано. Будет у нас большая столешница, скажем так, рабочее место, не те, где они могут будут делать уроки. И есть вот такие вот у нас, как видим, тумбы. Вот, в данном ремонте реализованы видим пластиковую подоконнику, окна, да, то есть роль шторм такая и столешница. Обычно, допустим, мы делаем в проекте, выбиваем вот этот подоконник и делаем сразу здоровенную столешницу в глубь подоконника. То есть, что нам это дает? Это дает однородность материалов, это первое. В одном уровне он находится у нас, вот, это второе. И получается довольно-таки широкая, ровная площадка. То есть, можно поставить там какие-то люстры и так далее. Вот. И, как всегда, актуально в наших тоже ремонтах, мы очень часто делаем в откосах розетки и какие-либо выключатели. Вот, то есть, в данном случае у нас подсветка над рабочей зоной, вот, установлено здесь. Спальное место, вот, кровать, еще нет у нас матраса, вот, но точно так же у нас спальное место, если я буду, захочуете бинокрировать, у нас есть такая же небольшая брашта в дизайн основной с люстрой. Также у нас здоровенный располагается шкаф, вот, то есть, как всегда, в квартире мало места и нужно где-то всякие вещи хранить. Вот, у нас встроенный шкаф. Вот. В наших ремонтах мы стараемся все эти вещи, вот, как видим, примыкание шкафа и потолка, вот, обходится багетами. Мы собираем потолок в уровне специально под шкаф. Точно так же мы реализуем еще и снизу, иногда делаем небольшой подиум, который тоже обходим плинтусом, вот, так смотрится намного красивее и завершеннее. Итак, друзья, сегодня в розыгрыше будет у нас вот такая вот классная доска, доска с нашим фирменным логотипом. Участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и получите шанс выиграть вот такую вот обалденную доску из натурального дерева, а точнее из двух пород дерева. Всем удачи! Двигаем в нашу шикарную совмещенную гостиную с кухней. Гостиная наша получилась очень большой, но в то же время компактная. Были у нас колонны, которые мы, вот, допустим, данная колонна, не могли никуда деть, поэтому дизайнер решила ее обыграть. Сделка здесь, она из мебели, вот такие вот полки, небольшие выдвижные шахлятки, там такая же такая небольшая система хранит. И здесь у нас еще зайдет, ну, большой телевизор, вот, который мы будем смотреть на обалденно мягком диване. Вот на таком. Совсем недавно в инстаграме сверху я ее выкладывал, как мы его собирали. Кто пропустил, тому не повезло. И, как вы уже заметили, в данной гостиной очень много различных цветов, вот, начиная от желтая, вот здесь у нас такие вот поклеенные классные обои и дверь с этого монтажа, который ведет у нас в спальню, но к спальне мы перейдем немножко попозже. Вот, здесь у нас будет небольшая обеденная зона, вот, то есть, будет стоять стулья еще, пока их нет, мы не собрали. Кстати, не знаю, говорили уже или нет, стены все у нас покрашены итальянской краской, вот, тоже, кстати, подозрала сама дизайнер. И сразу же обращаем внимание на вот такие вот креативные наши светильники, вот. По данной квартире света очень много вообще, если вы заметили, много различных точек и постоянно присутствуют какие-то креативные люстры. Точно так же здесь у нас за диваном располагается большая, длинная, шикарная барная стойка. Будут у нас здесь, короче, стулья, здесь же можно, кстати, вот так вот сидеть и смотреть также телевизор. Кухня также у нас получилась очень необычная, в очень ярком, красивом цвете. Вот, пишите, кстати, в комментариях, какие цвета вам больше нравятся. Мы не очень часто делаем в таких ярких цветах, но в данный проект, например, очень заходит. Кухня у нас тоже напишет на всякой прелестью, типа вот такие различные диодные подсветочки, вот такая вот диодная подсветочка. Вот, кухня у нас встраиваемая в холодильник, вот такой вот у нас встраиваемый в холодильник. И здесь вот у нас морозилка. Очень много обращайте внимания на полочек, да, у нас как всегда, полочек, полочек. Здесь у нас встраиваемая микроволновка. Какая-то контурация. А, епта. Микроволновка с хероприводом. Понимаете? Опа, нажала на джих, отъехала. Кстати, совсем скоро у нас будет еще один шикарный проект, где очень много крутой техники с хероприводом. Вот, духовой шкаф, естественно, построенный. Ну и различные шкафчики, полочки, ящики, блин, вот такие вот выдвижные. Вот, мойка у нас черная, из искусственного камня, смеситель. Вот, он что-то не... Так, он здесь не вынимается. Короче, вот наш смеситель. У нас два режима. На питьевую воду. Где нашелся питьевую? Чем? Может перекрыто? У нас, короче, здесь еще будет фильтр. Вот, на питьевую воду смеситель у нас стоит. Ну, обычно холодная, вот, горячая. Здесь под новичкой в дальнейшем разместится. И точно так же, там за стеночкой мы разместили блок питания. Кстати, обычно, когда светодиодных лент очень много, вот, допустим, как подсветка под кухни, какие-то вот там полочки светятся там и так далее, иногда бывает у нас еще очень много подсветок нишных различных, мы всегда находим место либо в прихожей, то есть, тянем туда очень много проводов, вот, либо же выбираем один из шкафчиков, допустим, вот, например, там верхнюю полочку какую-то и туда все наши блоки прячем, чтобы они нам не мешали, потому что есть блоки, которые немножко издают звук, это небольшой дискомфорт, как бы, вот, так что подходим с умом к данному проекту. Вот, фартук у нас из мелкоформатной плитки, такая плитка у нас очень часто тоже встречается в проектах, это у нас Emova, вот. Мне данное исполнение нравится, но в то же время это не очень практично, поскольку очень много различных швов, хоть и не у нас и не светлые, вот, но все же я поддерживаю, что на рабочей зоне должно быть минимум у нас швов, как бы больше крупноформатного какого-то материала, потому что это все равно будет вымазываться как-то, вот, мы все-таки за красиво и практично в то же время. Вот. Тут у нас расположилась бошевская варочная поверхность, вот, и, естественно, под ней у нас вытяжка, его вручную часть, которая также у нас работает. Итак, друзья, в нашей рабочей зоне у нас два блока розеток, вот здесь три и в центральной части также блок розеток тройной. Вот, еще я стараюсь обычно, чтобы было где-нибудь вот с этой вот стороны розетки, так как у нас здесь очень много полок и всегда в ремонте, вот, после ремонта уже в жизни, скажем так, бывает так, что хочется что-то поставить электрически и там, И этой розетки очень там не хватает Скоро так и приходится кинуть какие-то удлинители Вот, в данном проекте Мы этого не реализовали, но обычно Стараемся, чтобы со всех сторон было По розеткам и допустим еще даже В откосах Вот Кухня наша граничит с балконом Сделана у нас здесь Ниша для шторы Шторы у нас однотонные до самого пола Вот, прикольненько Шторку отодвинули И попадаем на нашу Лоджию Кстати, как всегда, примечательно Порог на лоджию мы обычно Разбиваем, но бывает так, что Балконный блок у нас установлен Очень высоко и нет возможности Его разбить Мы немножко подбиваем и делаем На высоту плинтус Вот, как допустим, в данном случае По высоте плинтуса И в одном Исполнении В ракетной доске Сделали наш порог на балкон Вот По балкону у нас очень просто Стены у нас окрашены Висит небольшая люстра И кварц-венилонапольное покрытие Поскольку у нас балкон Как бы мокрая зона Сент-ксмайла Проходная, блин холодная Как бы, ну короче, не заморачиваясь Вложили кварц-венилонапольное покрытие Вот Ну и по периодику, конечно же, есть у нас плинтуса Итак, друзья, у нас По всей квартире идет Паркетная доска Вот Прихожая, естественно, ванная И кухню мы сделали В плитке Плитка у нас Ну мелкоформатная Как я уже и говорил Но я считаю, что данное решение Будет самым практичным Для кухонь Не мокрый зон Все-таки Плитка, она Менее всего подвержена Какому-то износу Впитыванию влаги И так далее И, как обычно, у нас Очень клевое Примакание В одном уровне Доска И плитка Итак, друзья Также в гостиной У нас есть Кондиционер стоит Он очень мощный И хватает, чтобы Отважать данное помещение Мы, допустим, сейчас Огнем находимся Включили Хоть на улице жара Но нам довольно-таки Здесь комфортно Ну, этот воздух, конечно Будет немножко перемещаться С кухней Но не очень сильно Итак, погнали В нашу спальню Итак, наша дверь Скрытого монтажа И, как всегда Станавливает проблема Это Сделать плинтус Ну, то есть Плинтус сделать Не проблема Но Вот эти вот Примыкания То есть Получается У двери есть Открытие Разное Определенное И, получается Дверь мы Сильно не можем Открыть То есть В такое положение И Оп При 80 градусах У нас ведет Упирание плинтуса В плинтус Мы сделали Большую щель Там, да Между дверью Плинтусами И все равно При открытии Плинтус У нас Упирается В плинтус В закрытом состоянии Смотрится очень красиво Как бы Но С точки зрения Практичности Немножко Не туда В данном случае Нужно будет Установить нам Стопор Поскольку Если плинтус Часто будет Упираться в плинтус Рано или поздно Произведет Так, что Он у нас Отвалится Поэтому Одно из решений Это Делаем стопор На момент Касания Плинтуса Скажем так Мы гоним в спальню Итак, друзья Это наша Спальня Кровати Еще у нас Нет Но уже Какие-то элементы Можно посмотреть Стены у нас Здесь окрашены Такие спальные Спокойные тона Вот Будут Прикроватные бетумы И наша кровать Вот Разве так Здесь мы натыкали Очень много То есть И в этом углу И в дом И около кровати По две И вот снизу Здесь есть И для интернета Вот Прикроватные две Будут у нас Брашки Вот Кстати Бра и люстра У нас В одном цвете Здесь у нас Лампочек не хватает Вот Но смотрится Довольно-таки Стильненько И еще один Ключевой момент То, что у нас В нашей спальне Есть Как сейчас Вот целька Собственно Гардеробная Вот Данное решение Еще нехорошо То, что там Закрытое пространство Вот Ну, из-за того, что Здесь у нас Есть вот такие Вот решеточки Воздух будет Вентилироваться У нас Вот такая Вот у нас Получилась Большая гардеробная Изначально Дизайнер ее Проектировала Вот То есть Это не так получилось Что ее вдруг Не было Тут у нас Появилась Дизайнер Все продумала Гардеробная Получилась большая То есть Здесь будут Основные вещи Для хранения То есть Вот Видим Сверху будет Висеть Снизу Много Различных Полочек Отдел Для каких-то Там Штанов Юбочек И так далее Вот Короче Все полочка Все так Как должно быть В нормальной Гардеробной И друзья Для Испании У нас Есть Вторая Лоджия Вот Она у нас С окнами В пол Открывается Очень красивый Вид Это у нас Вид будет На реку Вот У нас Здесь река Течет И детская Классная Плаща Откроем Окошки Потому что Нечем Солнечная Страна У нас Короче Да Можно Поставить Столик Как-то И Летние Вечера Коротать Здесь Время Итак Друзья Спасибо Что досмотрели Данное Видео До конца Подписывайтесь На наш Канал Ставьте Лайки Оставляйте Нам Внизу Комментарии Вот У нас Еще Очень Много Крутых Проектов В работе Следите За информацией Мы Обязательно Для вас Будем Выкладывать И Точно Так же Не забывайте Участвовать В нашем Розыгрыше Ждем Вас Комментария Продолжение следует...